Вот Атаман, Атаманушка, вот Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! В 2018 году Госавтоинспекция МВД намерена провести целый комплекс мероприятий для того, чтобы сделать дорожную сферу еще более безопасной. Так, с наступлением весны законопослушные автовладельцы поспешили в специализированные магазины, чтобы приобрести светоотражающие жилеты. Причиной стала печальная статистика, по которой водители, в темное время выходивших из машины после ДТП, нередко сбивали другие автомобилисты. Изменения в правилах дорожного движения в последнее время вносятся с завидной регулярностью. И 2018 год не стал исключением в этом вопросе. Одно из таких изменений в правил дорожного движения 2018 года – светоотражающие жилеты по ГОСТу, которые теперь обязаны надевать водители при определенных условиях. А именно, в случаях вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия, вне населенных пунктов, в темное время суток. Либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине. Смысл данного изменения в том, что нарушение влечет за собой не только наказание по Кодексу административных правонарушений, но и виновность ДТП, либо отягчающие обстоятельства при определении обоюдной вины. Изменения в правилах дорожного движения касательно светоотражающих жилетов вступают в силу 18 марта 2018 года. Непредоставление преимущества пешеходам является довольно популярным, а сотрудники ГИБДД зачастую проводят рейды именно на пешеходных переходах. Повышение суммы санкции за непропуск участников дорожного движения, имеющих статус пешеходов, обсуждается уже несколько лет. И вот 10 ноября 2017 года в законную силу вступила новая санкция. Теперь установлена сумма от 1500 до 2500 рублей. Здесь следует отметить, что конкретная сумма штрафа за пешехода по новому закону зависит от обстоятельств правонарушения. Так, например, если в результате нарушения водителям произошло дорожно-транспортное происшествие, и водитель осознанно создал помеху пешеходу, а также водитель не признает свою вину и последствия нарушения, то все это считается отягчающим обстоятельством и будет назначена максимальная сумма 2500 рублей штрафа. А вот если нарушение не привело ни к каким последствиям, у водителя нет штрафов, он осознает и раскаивается о своем правонарушении, то может быть назначена минимальная сумма штрафа 1500 рублей. За нарушение ряда правил дорожного движения водитель ждет наказание в виде лишения водительского удостоверения. Если законы попытки сохранить документ не увенчались успехом, и защитить свои интересы в суде тоже не удалось, придется сдать документ. Лишение водительских прав чаще всего связано с нарушением правил дорожного движения, а также с прочими проступками. Для знача водительского удостоверения после решения суда предусмотрена специальная процедура – передача документа. На основе административного законодательства удостоверение необходимо сдать в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения в течение трех дней, написав заявление. В заявлении обозначается номер прав, паспортные данные, сведения об инспекторе. Документ находится в подразделении ГИБДД и у водителя. Необходимо помнить, что после суда водитель может использовать право на протяжении 10 дней, так как этот период предназначен для подачи апелляции. Но после этого сразу необходимо сдать удостоверение, иначе последует наказание. Возврат прав после лишения подразумевает обязательную сдачу экзамена на знание правил дорожного движения. Праздничный концерт, посвященный 8 марта, состоялся в стенах Дома культуры Станицы Северской. В программе концерта поздравления и творческие номера. Для всех гостей в фойе Дома культуры представили выставку изделий декоративно-прикладного искусства. Глава района Адам Джарим поздравил представительниц прекрасного пола с этим замечательным весенним праздником. Мы с нетерпением ждали этого праздника, чтобы еще раз вам признаться в любви, пожелать вам счастья, крепкого здоровья, благополучия, семейного достатка, тепла, уюта. Все, что дорого нам, это вы, дорогие наши милые женщины. Праздник красоты, нежности и весны. В этот день для всех женщин планеты звучат признания в любви. Творческие коллективы и солисты района поздравили милых дам со сцены. И, конечно, самые теплые и нежные слова звучали о главной женщине в жизни любого человека – о маме. И мама молится, Господи, чтоб парень с котом хранил меня, чтоб каждый день в этом мире слов со мною рядом он был всегда. На протяжении всего концерта в зале царила праздничная атмосфера. Море цветов, улыбки и аплодисменты. И все это только ради того, чтобы еще раз доказать, что все мужские поступки совершаются исключительно ради женщин. Ради тех, кто вдохновляет, поддерживает и дарит свою безграничную любовь всему миру. Бесконечно изящная, нежная, воплощение красоты. Ты бездонная, ты безбрежная, безгранично прекрасная ты. Ты из лучиков сотка на света, невесомый, воздушный зефир. Как художника, так и поэта вдохновляет твой внутренний мир. Очередное рабочее совещание прошло в Северской районной администрации. Благодарственные письма от губернатора Краснодарского края получили представители организации Северского района, внесшие значительный вклад в ее развитие. Первым вопросом на совещании были рассмотрены меры по подготовке к безаварийному пропуску паводков 2018 года. По этому вопросу выступил начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Алексей Васильев. Об итогах российского инвестиционного форума «Сочи-2018» рассказала начальник управления экономики, инвестиций и прогнозирования Ирина Гресель. В форуме приняли участие 52 субъекта Российской Федерации, в том числе и наш регион. Стенд Краснодарского края уже не первый год отмечен в числе лучших. Северский район на российском инвестиционном форуме презентовал 5 инвестиционных проектов на общую сумму 3,9 млрд. рублей и 5 инвестиционно-привлекательных земельных участков в общей площади 85,1 гектар. По итогам форума Северский район подписал соглашение на суммы свыше 75 млрд. рублей, тем самым заняв третье место в регионе, уступив только городу Краснодару и Абинскому району. В конце совещания главы Ильского, Черноморского, Азовского и Северского поселений отчитались о работе по наведению санитарного порядка. Восьмое марта с праздником весенним льется пусть повсюду звонкое веселье. Пусть сияет солнце, пусть уйдут морозы, пусть прогонит зиму веточка мимозы. С праздником светлым, с праздником ясным, с праздником нежным, любимым, прекрасным, с праздником ласки, любви и внимания, с праздником женского обаяния. От солнечных брызг засверкали снега, и ветер поет бесшабашно. В марте природа совсем не страшна, в честь праздника бабушек наших. Из южных краев по раздольям полей весна приближается к нам, и стала на свете светлей и теплей в честь праздника наших мам. Концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел в станице Азовской. Для гостей праздника со сцены звучали прекрасные песни, а танцевальные коллективы исполняли зажигательные номера. Оценить программу, подготовленную специально к празднованию 8 марта, пришли не только виновницы торжества, но и весь актив станицы. Нельзя не отметить, что в течение всей концертной программы наблюдать прекрасных дам можно было и в зале, и на сцене. Однако главные поздравления в адрес женщин в этот вечер звучали из уст мужчин. Удивительная по-настоящему семейная атмосфера царила в зале на протяжении всего концерта. Слова любви и благодарности, улыбки и самые искренние признания – все это только для прекрасных представительниц лучшей половины человечества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова